Привет, с вами Сойер, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. И сегодня поговорим про системы типов, про типизацию, про классификацию языков программирования с позиции типов. Я надеюсь, вы знаете, что все языки программирования можно поделить на два лагеря. Это нетипизированные языки, у которых вообще нет типов, и типизированные. Так вот, когда на собеседовании спрашиваешь, приведи пример нетипизированных языков программирования, часто слышишь. JavaScript, PHP и тому подобные ответы. Это неправильно. Из нетипизированных я знаю, пожалуй, только ассемблер. А вот все остальные языки, которые мы знаем и которые у нас на слуху, они имеют систему типов. И вот классификация типизированных языков программирования – это предмет сегодняшнего видео. Поэтому, если ты хочешь отвечать на собеседованиях на вопросы про типы правильно, послушай, что я скажу. Поехали! Когда речь заходит о классификации языков с позиции их типизации, начинается очень много неразберихи. И все дело в том, что единой классификации, которая была бы непротиворечива и использовалась всеми, не существует. Это такой частый вопрос в программировании, когда нет единого взгляда на какие-то вещи. Тем не менее, существуют некоторые устоявшиеся моменты, которые я попытаюсь рассказать. Давайте начнем с Википедии. Википедии при описании языков классифицируют языки по двум параметрам и бьет их на четыре группы. Что это за группа? Во-первых, Википедия говорит, что у нас есть сильная типизация и слабая типизация. В отечественных источниках это строгая типизация и нестрогая типизация. То есть, сильная – это строгая типизация, слабая – это нестрогая типизация. Проблема в том, что понимания сильной и слабой типизации единого не существует. То есть, есть много разных вариантов, но общая точка, в которой сходится большинство, заключается в том, что если при работе с типами у нас встречается код, где необходимо выполнить операции над несовместимыми типами, то есть, когда у нас, например, есть выражение, где есть переменные с несовместимыми типами, то есть мы не знаем результат, который должен быть получен, мы не понимаем, как они должны совместиться, то вот сильная типизация, она отталкивается от того, что здесь должна быть выдана ошибка о несовместимости типов. А слабая типизация отталкивается от того, что должны быть выполнены преобразования, то есть допускаются изменения типов переменных таким образом, чтобы в итоге выражение было получено и рассчитано. То есть, слабая типизация допускает в большинстве случаев с несовместимыми типами неявные преобразования с этими типами. Соответственно, сильная типизация, она позволяет больше управлять кодом программы, но при этом возникает необходимость, когда нам недоступны неявные преобразования типов, то есть, когда язык программирования самостоятельно не принимает решения в таких конфликтных ситуациях, как должен быть обработан код, чтобы типы были совместимы и обработаны. Только лишь простые какие-то ситуации, когда, например, складывается целочисленное значение с числом с плавающей запятой, могут быть неявно обработаны в каких-то языках программирования, ну а в других вообще даже такие ситуации не будут обработаны. То есть, вот это автоматические преобразования, они тоже бывают в некоторых языках в простых случаях допустимы, и это все равно остается сильной типизацией, а в некоторых даже простые преобразования недопустимы. Вот, поэтому, когда мы выбираем сильную слабую типизацию, мы, конечно, выбираем между скоростью написания кода. В сильно типизированных языках, естественно, нужно больше всего учитывать, и это займет больше времени, но при этом это будет иметь более прогнозируемый управляемый результат. В языках со слабой типизацией ситуации, когда программист недопонимает, какие будут преобразования типов, неявно использованы, могут приводить к ошибкам, к потере точности и так далее. Но, тем не менее, слабая и сильная типизация – это вопрос разрешения конфликта при использовании двух несовместимых типов. Еще один параметр классификации, который есть в Вики, это статическая, я обозначил его буквой S, и динамическая типизация. Что здесь имеется в виду? У нас в статической типизации подразумевается, что в момент объявления переменной мы ей присваиваем какой-то тип. А в динамической типизации, в момент использования переменной, когда мы ей присваиваем какое-то значение, мы в этот момент ей, собственно, и присваиваем тип. Таким образом, как правило, статическая типизация требует явного описания типов в момент определения этого самого типа, и, соответственно, в момент определения переменной. И далее переменная уже не может поменять свой тип, и по коду программы должна использоваться в соответствии с этим типом. А динамическая типизация очень часто предполагает возможность изменить и значение переменной, и тип этой переменной непосредственно по месту использования. Таким образом, динамическая типизация более гибкая, и она способствует так называемому обобщенному программированию. Когда мы можем написать алгоритм, не указывая никаких типов, и в зависимости от того, какие мы данные передаем, алгоритм автоматически подстроится под тот тип данных, который мы ему передали. Но эта возможность существует только на простых типах данных, а при сложных типах данных, конечно, возникает очень много вопросов, и возникает необходимость, например, утиной типизации. Когда у нас по факту нет информации о типе, это, как правило, бывает в слабо типизированных динамических языках, и нам необходимо понять, что это за тип. Но, тем не менее, с позиции того, в какой момент мы присваиваем тип, в момент объявления переменной или в момент присвоения первого значения, у нас разделяются языки программирования на статически типизированные и на динамически типизированные. Вот теперь давайте попытаемся посмотреть на языки программирования и понять, куда они относятся. Например, язык C. Оказывается, что он относится к слабо типизированным и статически типизированным языкам. Все дело в том, что в языке C существует возможность преобразования типов вообще при полном их несогласовании. Например, если типы у нас занимают в памяти одинаковое количество места, то мы можем их преобразовать друг к другу, вообще не думая о семантике. И язык C в этом плане легко это позволяет, поэтому, очевидно, он слабо типизированный. Кстати, C++, несмотря на то, что он считается более строгим языком, он тоже относится к слабо типизированным языкам. И так как эти языки программирования явно указывают типы переменных и они компилируемые, то это, естественно, статическая типизация. JavaScript. Это вот самый-самый, наверное, такой случай, когда слабая и динамическая типизация дают нам язык, с одной стороны, очень гибкий, с другой стороны, очень-очень много проблем это все вызывает. В JavaScript мы можем на лету все менять, мы можем делать автоматические преобразования, и это все делается еще и динамически. Тут даже пояснять нечего. Это вот такой язык, который очень-очень надо осторожно использовать. А вот если мы говорим про строгую и сильную типизацию, это Java. Смотрите, в чем дело. В Java есть простые типы, которые допускают преобразование между собой, но при этом Java очень строго относится к тому, чтобы несовместимые типы не могли использоваться совместно в одном выражении в параметрах функций. Поэтому это сильно типизированный язык. Ну а статическая типизация, это опять же компилируемый язык, там требуется указать типы, и в момент объявления переменной ей присваивается тип. Интересный пример, это сильная и динамическая типизация, это язык Python. Значит, здесь нужно понимать, что Python, ну динамическая его природа связана с тем, что это интерпретируемый язык. Но сильная типизация в данном языке, почему она там присутствует? Все дело в том, что Python тоже неравнодушен к использованию несовместимых типов. И он более склонен выдать ошибки в таких ситуациях, чем дать какое-то автоматическое разрешение. Более того, Python, он долго и упорно сохраняет информацию о типе переменной, позволяет делать интерспекцию. То есть это в рамках динамической его природы можно практически все узнать о классе, о функции. И вот именно такое внимательное отношение к типу переменных, к тому, как он их использует, и к вопросу несовместимости делает его сильно типизированным. Ну а возможность в рантайме все это узнать и вытащить, это динамическая явно типизация. То есть таким образом, вот так легко классифицировать языки по типу сильная, слабая, строгая, динамическая, статическая типизация, не так-то просто на самом деле. Нужно еще учитывать и внутреннюю организацию языка программирования, как он синтаксически корректное выражение потом внутри себя организовывает. То есть есть такой синтаксический сахар у языков программирования, который на самом деле потом разворачивается в виде какого-нибудь там полиморфизма параметрического, и язык является статически типизированным, но у него есть возможность не указывать тип в каких-то случаях, например в C-шарпе. Есть такие варианты использования, но при этом он остается статически типизированным. То есть там вот эти нюансы нужно учитывать. Здесь есть еще один интересный момент. Есть такая штука, как явное указание типа и неявное. Что это значит? Смотрите, мы можем написать функцию, у которой будет явно указан тип переменной. Вот так, например. А можем написать функцию, где не будет указан этот тип переменной. Но при этом и в том и в другом случае это может быть сильная статическая типизация. Например, это относится к языкам из группы ML языков. У них сильная статическая типизация, но при этом это не влечет за собой недостатка такой связки, которая выражается в том, что необходимо писать много кода, направленного на решение ошибок, связанных с системой типов. Все дело в том, что, например, в ML языках очень мощная система вывода типов. И там используется параметрический полиморфизм, который позволяет, не указывая тип, оставаясь сильно типизированным статически типизированным языком, через полиморфизм повторно использовать и делать обобщения, которые не требуют детального большого объяснения. И вот это уникальная совершенно ситуация, когда и сильно типизированный статический типизированный язык, и при этом емкий и очень выразительный. И вот в нем допускается неявное описание типов, когда язык сам выведет все необходимые типы на основе того, как используются переменные в функциях и выражениях. И это очень здорово, это очень классно. Поэтому, когда речь заходит о системе типов и о типизации, здесь всегда нужно очень внимательно смотреть и думать, потому что, как я уже сказал, прямо общего мнения и жесткой классификации здесь не существует. Но при этом понимание того, как язык относится к ситуации с несовместимостью типов, в какой момент он определяет тип переменной, как он использует полиморфизм, в том числе параметрический полиморфизм, дает понимание о том, к какой группе он относится. Надеюсь, вам хоть чуть больше, чуточку больше стало понятно в отношении классификации систем типизации языков программирования. Ну и это всегда повод самостоятельно изучить эти вопросы и попытаться разобраться глубже. С вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания.